Российская сторона в лице Евгения Пригожина заявляет, Солидар захвачен полностью. В центре города якобы образован котел, а в штурме не брал участие никто, кроме ЧВК Вагнера. Параллельно российской Минобороны дает несколько другую информацию. Город заблокирован с севера и юга подразделениями воздушно-десантных войск и воздушно-космических сил. В Солидаре идут бои. О том, что населенный пункт еще не подконтролен России, говорят и украинские бойцы. В Солидаре триваются тяжкие бои, там отдельные домики, которые уехали несколько раз из рук в руки. Именно так, сейчас звучит Солидар, но я хочу вас уверен, что ситуация абсолютно контролирована. Станов на сколько часов? Сколько часов? Сейчас скажем. 10 часов. 10 часов. Судя по картам украинского ресурса Deep State, а также по информации наших источников, российская армия наступает с трех сторон. Востока, севера и юга, взяв город в полуокружение. Фактически Солидар окружен с трех сторон, за исключением западной. Вечером 10 января вагнеровцы записали видео якобы из центра и заявили о захвате господствующей высоты. Позже сам Пригожин спустился якобы уже в захваченную соляную шахту, правда аналитики не уверены в правдивости этих заявлений и в том, что эти кадры действительно сняты в шахтах Солидара. Пишет об этом и управление стратегических коммуникаций ВСУ. Видимо победа нужна Пригожину как можно быстрее. Более полугода он отправляет на смерть сотни вагнеровцев, но достичь явного продвижения в Бахмуте ни до дня рождения Путина, ни до Нового года, ни до любой другой сакральной даты не получилось. Полгода они бьются об эту стену, об Бахмуте ничего не получается. Вот они решили немножко попробовать обойти с другой стороны и сделать такое плюс-минус оперативное окружение для наших военнослужащих, которые находятся на этой территории. Да, там частично дорога простреливается, по которой водятся боеприпасы, но она не находится под полным физическим контролем. И каждое такое продвижение дается россиянам невероятным количеством потерь как в живой силе, так в технике, а также морально. Морально это очень немаловажно. Ранее российская сторона говорила, что для них главная цель это Бахмут. Теперь таковой резко стал Солидар. Военные эксперты считают, этот населенный пункт выбран новой мишенью, потому что по нему проще продвигаться. Солидар территориально меньше Бахмута, там практически нет городской застройки. Но это все фактически единый Бахмутский фронт, потому что это не разные направления, это все одно направление и задача этого наступления у противника одна и та же сама, что на север отбахнуто, что на юг отбахнуто. Противник, соответственно, он, ведя наступательные действия, он где-то нащупывает, старается нащупать какое-то слабое место, где потом пытается продвигаться туда, перенацеливает резервы, перебрасывает силы для нанесения главного удара. Через взятие Солидара российская армия пытается дожать Бахмут, но если посмотреть на карты, видно, сделать это вряд ли удастся. Чтобы взять в кольцо Бахмут, необходимо захватить еще ряд сел вокруг. Поджать ВСУ с севера и юга тоже не так просто и потребует от российской армии все новых и новых ресурсов. О том, что Солидар вряд ли сыграет важную роль для оккупантов, пишет и британская разведка. Здесь подчеркивают, ВСУ сохраняют стабильно глубокие оборонительные рубежи и контролируют пути снабжения. В то же время аналитики Конфликт Интеллидженс Тим считают иначе. По их словам, захват Солидара откроет дорогу на Славянск и поставит под угрозу Бахмут. Такого же мнения придерживаются и прокремлевские военкоры. Они считают, что Солидар открывает путь чуть ли не ко всей Донецкой области, в том числе к славянско-краматорской агломерации. Украинские эксперты, в свою очередь, уверены, создать здесь новый плацдарм практически невозможно. Единственное, что имеет значение возле Солидара и Бахмута в военном плане, это дороги. Успешные операции на этом направлении позволят российской армии организовать дальнейшее наступление по основным трассам. Если говорить о стратегическом значении и дальнейших направлениях, в районе Бахмута, западнее Бахмута, находится фактически развилка. Сейчас из Солидара можно выйти только по одной дороге, которая ведет к трассе соединениями. Лиман с Северском и Бахмутом. По словам аналитиков, огневой контроль этой дороги оккупантами создает определенные сложности для обеспечения группировки украинских войск. Поэтому противника нужно блокировать и выбивать с позиций, которые позволяют ему контролировать дорогу. Помимо этого, ВСУ придется организовать альтернативные пути обеспечения. Что до оккупационной армии, то ей необходимы новые люди. Продвижение в Солидаре стало возможным ценой больших потерь. Для охвата украинских войск с флангов сюда направили резервы из состава воздушно-десантных войск. Понагребали нового мяса и вперед кинули на прорыв. Проблема в том, что они еще там не особо шуга не ложатся, бежать им там пропагандой накачали. И он пытается перерезать трассу. О переброске сюда регулярных войск пишет и Нью-Йорк Таймс, и российская Минобороны. Но в мире Пригожина все иначе. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Солидара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер». И украинские эксперты, и аналитики Американского института изучения войны уверены, Пригожин использует ситуацию в Солидаре для укрепления репутации своей ЧВК, якобы как единственной, которая может достичь успеха в Украине. Но отправка десантников и состава регулярной армии срывает этот план. Складывается общее мнение, что вот эта группа Вагнера, Пригожина, она не смогла достичь тех целей, которые они хотели. То есть они не смогли захватить Бахмут. И там практически уже регулярные войска, иммобилизованные, используются в полную очередь. Ну, возможно, они перекинули свои усилия на Солидар, как менее крупный населенный пункт, достаточно небольшой. И хотят там продемонстрировать успех своего Пригожинского оружия, скажем так. Поэтому, по факту, основное значение захвата и Солидара, и Бахмута – это элемент пропаганды. Они уже столько усилий вложили в Бахмут, что его нужно взять любой ценой. И они, мне кажется, готовы делать большие крюки слева-справа, обходить, лишь бы его взять и отчитаться перед высшим командованием, что мы все-таки взяли. ИЗ-патриоты всячески подогревают эту тему, рассказывая о великой победе, которой они так долго ждали, и о городах, которые стали для них символами. А Денис Пушилин уже видит захваченными и Бахмут, и Краматорск, и Славянск. Оказывается, для полной оккупации Донецкой области российской армии не хватало маленького города Солидар.